Всем привет! Меня зовут Паула Диана и вы меня помните по предыдущему ролику на Египте. Там мы качали ноги с акцентом на ягодичную мышцу. А сегодня я вам покажу мою тренировку спины и также мы немного добьем бицепс. Ну самый главный комментарий это когда мне задавали вопросы о моей талии, которые на самом деле и так не было. То есть увидите мои бока, вот они, жир, сплошной жир. Ну и соответственно у меня довольно-таки очень сильно выпирают кости позабедренные и поэтому талия некрасивая получается. Так как сейчас я начала подготовку на осенний сезон категории фитнес-бикини, я сейчас выполняю любые упражнения с большим весом и с маленьким количеством повторений. Поэтому, чтобы не губить еще больше мою талию, я купила корсет. В принципе, я не знаю точно помогает он или нет. И так как многие тренера-специалисты рекомендуют все-таки одевать корсет при силовых нагрузках, я все-таки решила его приобрести. Ну посмотрим, будет действовать или нет. Вот так что следите. Будем вместе сами тренироваться. Сегодня у меня будет на спину 4 упражнения и добьем бицепс двумя упражнениями. В каждом упражнении я делаю примерно 12, 10, 8, 6 повторений. Подходов я делаю 5. И первое упражнение у нас упражнение в гравитроне. Потягиваемся широким квадом. И второе упражнение это тяга верхнего блока в груди. Последнее время я использую метод, называется он форсаж плюс негатив. Форсаж это когда ваш партнер помогает вам немного поднять этот вес в мертвой точке. И негативная фаза, когда партнер во время опускания веса нажимает сверху на снаряд. При опускании экстремально включаются не только мышцы, но и что важнее это связки и сухожилия, что способствует их укреплению и развитию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И после упражнения тяги верхнего блока в груди у меня будет тяга блока в пояс. И сейчас мы с вами пойдем к следующему упражнению. Это тяга гантелей к поясу поочередно каждой рукой. Наверное, многих волнует вопрос о том, что девушка может, придя в тренажерный зал, сразу же стать просто каким-то невероятным качком. Но на самом деле это не так, потому что у девушек очень мало мужского гормона. Это гормон тестостерон. Даже некоторые мужчины, например, проведя целый год в зале, могут не добиться результатов. Ну, соответственно, это опять генетика, питание, режим тренировок. А девушке и подавно. То есть им нужно будет качаться в три раза больше. Поэтому не бойтесь, приходите в спортивный зал, тренироваться для того, чтобы выглядеть хорошо. Ну что, со спиной мы закончили. Идем тренировать руки. И первым упражнением на бицепс это будет подъем штанги на наклонной скамье. У меня очень мало свободного времени. Я работаю каждый день с 9 до 7. Ну, у меня только воскресенье, это выходной день. Я беру с собой контейнеры с едой. Ну, иногда на самом деле на работе, когда много народу, иногда не успеваю покушать. Но я всегда обычно беру с собой протеин и шоколадку. То есть они иногда спасают в перерыве пару минут откусить шоколадку, выпить протеину и дальше работать. То есть тренируюсь я, кстати, всего лишь три раза в неделю. Так как работа, дела по дому, соответственно, уборка, готовка. Поэтому особо много времени свободного у меня нет. Я люблю готовить для своей семьи. Также я катаюсь на квадроцикле. Катаюсь я с 9 лет. Поэтому это как уже мое, это мой отдых. Экстрим я на самом деле очень люблю. Экстрим, скорость. Многие спрашивают, как накачать низ пресса. Но они не понимают, что это единая мышца. И последним упражнением у нас будет подъем из этой штанги в груди узким хватом. Субтитры сделал DimaTorzok Вот и закончилась моя тренировка. Была тренировка спины и бицепса. В следующий раз я вам покажу мою тренировку плеч. С вами была я, Павла Ладянов. Подписывайтесь на YouGifted. И задавайте свои вопросы в комментариях. В следующий раз я на них отвечу. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok